Сергей Михайлович Бубновский Директор ПНИ номер 4 Молодомов поднялся на приготовленную для таких случаев трибуну и важно достал из внутреннего кармана пиджака, украшенного орденскими лентами, сложенный в четверо листок, напечатанный для этого случая речью. В местах изгиба бумага уже пожелтела и по краям заметно обветшала. Я понял, что напечатана эта речь была 15 лет назад, но директор не собирался ее обновлять, так как читал он ее в психоневрологическом интернате пациентам, страдающим синильной деменцией или в переводе с медицинского языка старческим слабоумием. Пациенты интерната с более тяжелыми формами психических расстройств, ядерной шизофренией, идиотизмом к этому действу не допускались и оставались в своих корпусах под присмотром бдительных, так во всяком случае хотелось думать, санитарок. А эти тихие, слабоумные, в одинаковых белых платочках, с прозрачными, бессмысленно смотрящими глазами, накаченные на всякий случай нейролептиками и посему ведущие спокойно и безумно были необходимы для создания кворма присутствующих, отчета которым пошлют вышестоящему начальству. Вслед за торжественной речью должен был состояться праздничный концерт, устраиваемый согласно принятой праздничной конструкции силами административного аппарата ПНИ номер 4. Я стоял в задних рядах актового зала, так как мягко отказался от приглашения директора занять одно из первых мест в президиуме. Совсем недавно меня назначили главным врачом ПНИ, переведя с должности врача-психиатра, и я еще не освоился в административных рядах интерната. Может быть это и к лучшему, подумал я, и чуть позже понял, что был прав. Закончив речь, директор дал команду убрать стол президиума, и на сцену стали выходить самодеятельные артисты психоневрологического интерната. Первой с танцевальным песенным номером вышла полногрудая работница кухни в ярко-красном платке на плечах, с нарумянинными щеками в высоких сапогах. Она стала исполнять русскую народную песню, приплясывая и пристукивая каблуками по скрипущим доскам сцены, порой не попадая в такт. Было видно, что от исполнения этого номера она получала громадное удовольствие, и оставалось только ждать его завершения. Аккомпанировал ей на баяне с периодически западающими клавишами какой-то мужичонка. Я еще не знал, что он был завхозом интерната. Мужчина улыбался щербатым ртом, аккомпаниатор явно был под шофе, но его веселость все же скрашивала. Он также старался пристукивать каблуками армейских плохо вычищенных ботинок, пытаясь успеть за каблуками поварихи. Шумный номер с грохотом ног и лязгущим баяном наконец-то закончился, и на сцену вышла главный бухгалтер заведения, одетая в строгий костюм, в темно-коричневую шаль с ярко-красным рисунком, и стала петь. Видимо, она чувствовала себя как минимум народной артисткой, исполнительницей народных песен. Библиотекарша аккомпанировал ей на черном фортепиано, так же, как и речь директора, настроенном 15 лет назад. Номер следовал за номером. Азарт выступающих на сцене сотрудников интерната придавил сидящих в портере слабоумных бабушек, Пригнув их тела к коленям, он действовал на них сильнее нейролептиков и транквилизаторов вместе взятых. Мне даже показалось, что они боялись пошевелиться, чтобы не вызвать гнева у тех, кто был на сцене. Громкие голоса, крикливая музыка усиливали эффект оглушения и вызывали ужас в их оскудевших мозгах. Артисты вряд ли понимали это. По всей видимости, выступающие пропускали по рюмочке между номерами за кулисами, Хотя кулисами эти грязно-багровые с кисточками по краям свисающие полотнища с изображением головы Ленина посередине назвать можно было с большой натяжкой. Боже, подумал я, еще год-два работы в этом интернате, и я тоже выйду на эту сцену, И буду приплясывать и пританцовывать с хором завывающих администраторов перед своими же больными, Вылечить которых уже не удастся никому. Прав был Антон Павлович Чехов. Безумие заразное.